Прежде чем начнется ритуал, теург должен облачиться в ритуальную одежду. Можно ли сказать, что древние магические книги – это нечто наподобие сегодняшних инструкций по применению? Или нечто наподобие учебников, благодаря которым человек учится какой-то профессии? Современная медицина и химия взялись из алхимии, и это факт. А еще, несмотря на все старания инквизиции, огромное количество мистических книг, обучающих людей запретным и тайным магическим искусством, все еще существует. Многие из них, таинственные и пугающие, все-таки сохранились. Сегодня вы не услышите о книгах в стиле 5000 заклинаний сибирской ведьмы и прочего мусора. Вы услышите о трудах, которые использовали в своих практиках величайшие и мощнейшие теурги, то есть настоящие алхимики, некроманты, колдуны и заклинатели духов. Сразу хочу предупредить, что лишь вы одни несете ответственность за желание ознакомиться с этими книгами, а также за попытки попробовать в реальной жизни что-то из того, что там написано. Какой-то ритуал или заклинание. Я должен это сказать в самом начале, так как книги, о которых дальше пойдет речь, считаются опасными и запрещались церковью во все времена. Если человек неподготовленный попытается произвести операцию или ритуал, описанный в одной из этих книг, он может очень дорого заплатить. Но, повторюсь, ответственность за принятие любых решений лежит прежде всего на вас. Дорогой друг, если ты смотришь это видео, ты и есть. Настоящее сопротивление попыткам скрыть от человечества правду. Прошу поддержать канал подпиской и лайком под этим видео. Заранее благодарю. Ну что ж, приступим. Да, Петюша, можешь начинать. Я защиту от тебя и злых сил уже приготовил. Если во время видео тебя начнет крутить, знай, я читаю очень наш. Убери распятие, Петр мой. Э нет, говно собачье, Петр мой. Даже в диагнозе написано Петр мой. Так же все как дам. На пятом месте среди самых жутких и запретных магических книг у нас расположилась книга священной магии Абрамелина Мага, которая была написана евреем Авраамом, проживающим в Германии в городе Вормс. Книга состоит из трех частей и рассказывает о жизни мага, которого звали Абрамелин. В книге священной магии Абрамелина Мага изначально содержится большое количество магических и, в частности, каббалистических секретов. Эта книга, несмотря на свою древность, обрела особую популярность в оккультных кругах, когда была задействована в ритуалах «Внимание! Великого Ордена Золотой Зари». Магический Орден, существовавший в Великобритании в 19 веке, частью которого был тогда еще совсем молодой, но уже целеустремленный Алистер Кроули, которого по сей день считают черным магом и оккультистом номер один в мире в 19-20 веках. Много ритуалов Алистер взял как раз из этого гримуара и приобщил к своему мистическому учению Телема, которое имеет не очень добрую и хорошую славу. Созданный в виде эпистолярного романа, книга священной магии Абрамелина Мага описывает то, как Авраам из Вормса во время своего путешествия в Египет знакомится с Абрамелином, который и обучает его искусству по-настоящему рабочей магии и ее секретам. В данном гримуаре приводятся те мистические тайные секреты, которые Абрамелин завещал своему сыну Ламеху. Но самое главное это то, что основной темой книги является возможность человека пообщаться со своим ангелом-хранителем. Именно через это он обретает силу и могущество. Внимание! Подготовка к этому ритуалу занимает целых 18 месяцев, во время которого человек не может ошибаться и должен выполнять предписание безошибочно. После того, как подготовка завершена, происходит ритуал, который длится 6 месяцев, и человек после этого беседует с ангелом-хранителем. После этого Туурк или маг получают силу, благодаря которой может подчинить себе и злых, и добрых духов, которые отныне будут неукоснительно исполнять его волю. Помимо этого, в книге священной магии Абрамелина Мага есть иные заклинания, которые делают возможным любовные чары, обретение способностей летать, невидимость, а также указания духами, где конкретно закопан клад. И помните, самое важное, исходя из данного гримуара, это образ жизни мага и подготовка ко всем аспектам магии и ритуалам. Минимально это занимает 6 месяцев, процесс трудоемкий и очень долгий, к финалу доходят лишь самые стойкие, они-то и находят правду. Книга священной магии Абрамелина Мага, 5 место. А мы поднимаемся выше, продолжая раскрывать тайны, о которых говорить нельзя. Среди некоторых средневековых ученых, которые максимально серьезно изучали и развивали науку, как оказалось, существовали люди до мозга костей оккультные. Один из величайших ученых в истории человечества оказался отнюдь не атеистом, религиозным гностиком и мистиком. Я говорю о Исааке Ньютоне. Были и другие ученые, скрывавшие свою страсть к магическим наукам, за ширмой изучения медицины и астрономии. Пьетро Добано, знаменитый итальянский врач, философ и астролог, был предан в руки инквизиции, но до казни дела не дошло, так как Пьетро Добано скончался в тюремных застенках. Инквизиция его обвиняла в отношении к еретическим и атеистическим воззрениям. Этот человек оставил нам свой великий труд, гептамирон, книгу о планетарной магии. Правда, странно, когда человек, симпатизирующий атеизму, вдруг пишет один из величайших гримуаров в истории. Видимо, суть в том, что атеистам еще предстоит узнать многое из потерянных знаний, интересных и необычных, при этом, которые никак нельзя назвать выдуманными церковью или людьми религиозными. Книга «Гептамирон», написанная в 13 веке, оказала огромное влияние на демонологию. Если в этой книге тебя нет, значит, это не книжка, а фуфло полное. Почему? Потому что ты демон, каких поискать еще надо, потелился ко мне, одно радует, заботишься обо мне, кормишь хорошо. «Гептамирон» от греческого «гепто-семь» – «мера-день». Это короткое руководство по ангельской и планетарной магии, в которой содержится инструкция по призыву семи ангелов, каждого на конкретный день недели. Когда я читал «Гептамирон», среди семи ангелов на каждый день недели оказался один с красноречивым именем – Самоэль. Да-да, это тот, который благодаря греческому языку стал «сатаэль», ну и дальше «сатана». Так вот, как вы думаете, какая у Самоэля планета в планетарной магии? Марс. Война. А какие имена у спутников Марса? Фобос и Деймос. Страх и ужас. О да, это спутники Самоэля. Ритуальные инструменты магических операций из книги «Гептамирон» включают в себя символы семи ангелов. Благовоние, святую воду, глиняный сосуд с огнем, облачение, пантакль, свиток и меч. Конечно же, у каждого турга должен быть свой ритуальный меч. Какая прелестная, изящная вещь. Вот выдержка из гептамирона, и вы должны написать имена и символы на серебряной пластине и отметить на ней ручкой, воздушным или из латуни, и таким образом трижды заклясть их вместе и повесить пластину на шею так, чтобы свисала она над сердцем. И всегда, когда оно на вас, вы всегда будете полностью побеждать и извлечете из этого пользу. Гептамирон. Четвертое место. А мы идем дальше в списке самых жутких и запретных магических книг. Становится все интереснее. В прохладном, но полном тяжелой атмосферы помещении повисла тишина. Все 318 епископов смотрели на нечто божественное, что под странными свободными одеждами скрывало собственное физическое уродство. За его головой вдруг возникло что-то наподобие нимба, который якобы есть у ангелов и был у учеников Христа. Но он был не круглым, а треугольным полностью, внутри залитый светом, подобным звездному белоголубым. Нимб висел в воздухе и был будто привязан к движению головы и плеч Самаэля. Величина нимба казалась такой, что все три его острых угла и стороны немного выглядывали из-за красного, покрытого драгоценными камнями шлема. Сегодня день, когда родится самое могущественное из религий. Эхом прозвучал снова красивый мужской голос. Дорогие друзья, лучший способ поддержать меня и наш канал Нулевой Пациент это приобретение моих книг. Отрывок из которой я буквально только что вам прочитал. Этот отрывок был посвящен Никейскому собору, происходившему в 4 веке нашей эры, где принималось христианство. Для того, чтобы приобрести мой мистический роман «Самаэль. Биография сатаны», переходите по ссылкам в описании под этим видео, пишите мне и приобретайте мою книгу. Всех заранее благодарю. Мюнхенское руководство по некромантии. Руководство некроманта. О, ты докатился до воскрешения мертвых. Тьфу на тебя. Помилуй, Господи, нас грешных. Меня точно, а этого, ну, такое. Есть мнение, и это мнение достаточно обоснованное, что автор этого гримуара, который делает упор на внимание демоническую магию и некромантию, то есть на черную магию, был клириком, то есть священнослужителем. Как вам такое? Помните, в одном из роликов, который назывался «Пять самых страшных секретов Ватикана», я рассказывал о том, что создатель тайной организации Opus Dei практиковал некие духовные упражнения, то есть ритуалы. Вот вам и упражнения, которые практикуют ватиканские клирики. Некоторые из них описаны в мюнхенском руководство некроманта 15 века. В этой книге вы ничего не узнаете и не услышите об ангелах и ритуалах их призыва, что есть практически во всех гримуарах. И этим он и интересен, ведь эта книга указывает на обширность незримого мира и разнообразие инструментов, которые существуют в нем. В руководстве некроманта все о смерти и жертвоприношениях для получения результата. Дело в том, что некромантия, автеургия, это не совсем зомби и трупы, встающие из могил. Некромант и некромантия – это о общении с духами умерших, возможность слышать их разговоры, возможность поставить дух умерший на службу себе и возможность через умершего узнавать тайны и будущее. И как следствие всего этого – обретение власти. Знаете, в кино иногда показывают гадания на костях. Это, кстати, тоже часть некромантии. Были времена, когда некромантов называли одержимыми, так как порой дух умершего мог вселиться в тело некроманта и вещать откуда-то из района груди и подмышек, именно оттуда доносился голос мертвого. Чтобы стать некромантом, нужно тоже пройти определенный ритуал подготовки, изменить образ жизни, в которую, конечно же, придут жертвоприношения не только животных, но и мифических существ. Всю информацию об этом, не всегда приятную, вы найдете в книге «Мюнхенское руководство некроманта». Ей досталось третье место. Итак, второе место. Обычно это труд, и эти книги специалисты в нашем вопросе ставят на первое место. Однако я не согласен, так как решил на первое место поставить нечто по-настоящему жуткое и опасное. А пока нужно рассказать о самом великом труде, который ныне доступен теургам и магам всего мира. Речь идет о трех книгах по оккультной философии Генриха Корнелиуса Агриппы. О, точно, ты что-то писал в своей книге про Агриппу. Я уже это говорил, но скажу еще раз, кто не купит Петькины книжки, тот лох. Я не лох, я купил. Три книги по оккультной философии Агриппы посвящены трем видам магии. Элементарный, да, слово элементарно или элемент, это от элементаль или элементали, духи стихи. Второй вид магии это небесный, и третий это божественная магия. Агриппу называли чернокнижником и колдуном как раз из-за этого труда. Важность этой книги заключается в том, что в ней есть невероятно важные выдержки и заимствование из техник и магических операций, которые были описаны в источниках давно утерянных и уничтоженных. Мы говорим о магии Платона, Птоломея, Пифагора, о том, что было уничтожено в Александрийской библиотеке. Благодаря трем книгам по оккультной философии Генриха Агриппы вы узнаете об астрологии, кабале, числовой мистицизм, ангелология, алхимия и скраинг. Скраинг это получение ответа на любой вопрос. Также там очень много языческой древней магии. В третьей книге данного фундаментального труда, написанного в 16 веке, алхимики маг Генриха Агриппа сообщает нам о тайном языке оккультистов и ведьм. Этот алфавит был составлен неким Гонорием Фиванским. И это его имя и фамилия Гонорий Фиванский очень важная деталь. Прошу вас, запомните ее. Если узнаете этот алфавит, то можно благодаря ритуалу обнаружить, скажем так, своих людей, практикующих, а не говорящих об оккультном. А также обнаружить ведьму, понимать ее, слышать ее. Вот вам интересная деталь. Агриппа не любил церковь. Часто ее критиковал и подшучивал над ней. А еще он критиковал мистику и прочее языческое колдовство. Именно поэтому магию он называл подлинной философией. Различал три ее вида. Натуральную, небесную и церемониальную. Что соответствует делению философии на физику, математику и теологию. Которые соответствуют трем мирам. Мир элементов, небесный мир и умопостигаемый мир. В описании мира элементов Агриппа заимствовал античное учение о четырех стихиях. Значительную роль в классификации мира для Агриппы имели планеты. То есть для него то, что он делал, о чем писал, не было выдумкой и волшебством. Для него это было просто реальной наукой, которую он хотел развить. Как утверждает Википедия, Агриппа вел жизнь полную приключений в Италии, Франции, Германии, Фландрии и Англии, будучи попеременно военным профессором, юристом, практикующим без всякого соответствующего диплома. Так и следовало бы делать человеку, который сам себе хозяин. Фундаментальный труд Генриха Корнелиуса Агриппы, с которым в мире теургии и магии мало кто может конкурировать. Второе место за абсолютную полноту и фундаментальность. А у нас, наконец-то, первое место. Итак, друзья, на первом месте у нас единственный из всего списка по-настоящему черный и опасный гримуар. Книга, относящаяся к истинному чернокнижью и черной магии. Даже очень опытный теургий не желает иметь с ней дело и не рекомендует это делать никому. Я говорю о великом истинном гримуаре «Красный дракон». Это чуть ли не единственная древняя книга, где описывается ритуал призвания Люцифера, главного демона, с целью заключить с ним сделку. В этой книге, помимо прочего, представлена полная и очень точная иерархия инфернальных духов и практически по каждому из них представлен ритуал, призванный воплотить в реальность встречу с конкретным демоном. Помимо этого, в книге содержится огромное количество ритуалов, заклинаний и секретов, призванных благодаря их выполнению даже завладеть телом человека против его воли, убить человека, извести, навлечь на него неудачу, болезни и многое другое. Где-то я даже вычитал информацию о том, что оригинал этого гримуара хранится в папской библиотеке Ватикана, тайной библиотеке Ватикана, и доказательство тому тот факт, что Ватикан решил заявить на данный труд свои авторские права, чтобы получать финансовые отчисления за продажи книги по всему миру, не зная, насколько это правда, но нет дыма без огня. Главная магическая книга, Петька, это твоя книга. А чего ты вдруг подвисываться начал? Купи мне новую шапочку, пожалуйста, а то это испортилось и пропускает зловещие волны иллюминатов. С чего вдруг? Мне начали нравиться твои видео. Но это не меняет того факта, что ты, что ты этот, сейчас, сейчас придумай. О, ротшильдовская подстилка. Пашка. Перебор, прости. Автором этого черного гримуара, так же, как и алфавита ангелов, или, как его еще называют, алфавита ведьм, считают Гонория Фиванского, того самого, которого я упомянул, когда говорил о Генрихе и о гриппе. Кто же этот Гонорий Фиванский, способный написать столь черный труд, с помощью которого можно даже призвать Люцифера и заключить с ним сделку, кто мог так много знать о магии, и в том числе о черной. До настоящего времени сохранилось достаточно много различных операций, ритуалов и заклинаний Гонория Фиванского. Гонорий Фиванский – это папа Гонорий III, живший в 12-13 веках. Воу, пойдет. Я знаю, что многие зрители, кто смотрит этот ролик, будут гуглить эти книги. Многие, быть может, даже купят или скачают и прочитают их. Единицы попробуют что-то сделать из указанного в книге, и у них ничего не получится. И тому есть причина, очень важная причина. Она есть ответ на многие вопросы, а также самый главный вопрос – ну почему же ничего у меня не получается? Но об этом обязательно и очень подробно в следующих выпусках. Знание данного секрета открывает многие двери и меняет жизнь. И самое важное – это отнюдь не выдумка, а правда. Черный истинный, или как еще говорят, великий гримуар, красный дракон – первое место в списке. Самых жутких и запретных книг по магии. Слушай, этот выпуск прямо очень понравился. Все по делу, все супер. Но дизлайк, отписка. Но потом все равно подпишусь, надо же тебе как-то гадости писать в комментариях. И не пропускать новые дезинформирующие видео, которые ты снимаешь по заказу Рокфеллеров. Дорогой друг, если ты посмотрел это видео, ты и есть настоящее сопротивление. Не забывайте подписаться на мои соцсети, ссылки на них в описании. По ним же написав, мне вы можете приобрести мои книги. Спасибо тебе большое. Обязательно подпишись, ставь лайк, пиши комментарии, о чем делать новые топы. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Всего вам хорошего и помните, градут перемены. До встречи всем. Петька, хочешь, чтобы я делал лютый треш, за который он не может взяться? Скоро будем видеться чаще и дольше. Ох, я такое мочить буду. Субтитры сделал DimaTorzok